Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 10.00 по GMT ждем индекс настроений еврозоны, показатель который поможет нам оценить общее настроение в рамках валютного блока на фоне слабых макроэкономических отчетов. Но я думаю, что легко или по крайней мере не трудно догадаться, что эта статистика вряд ли порадует оптимистов и больше даже разочарует, что может стать источником для развития нисходящей динамики по евро. Но также хочу отметить, что этот отчет явно не претендует на то, чтобы быть бустом для движения финансового актива. Это в целом для того, чтобы вы понимали, что слабые экономические условия внутри валютного блока для нас ковровая дорога, а лучше скажем даже для европейского центрального банка, к тому, чтобы регулятор начал быстрее снижать ключевую процентную ставку. И это уже весомый триггер для того, чтобы шортить евро, потому что если ЭЦБ опередит американский регулятор, на мой взгляд так оно и будет, евро может оказаться одним из основных аутсайдеров валютного рынка. В 14.30 по GMT ждем данные по запасам нефти США и под закрытие торгового дня в 22.00 выступление представителя американского регулятора Кристофера Уоллера. Нам мнения сейчас членов американского регулятора крайне важны, потому что приходится анализировать риторику Федрезерва, который оставил подвешенным вопрос именно касательно перспектив смягчения экономической политики. И несмотря на то, что мы все еще ориентируемся, так же как и все трейдеры, на июньское заседание, я думаю, что мы имеем полное право сейчас предположить, что в случае выхода сильных отчетов, которые будут доказывать силы американской экономики, даже июньское заседание не обязательно будет тем самым, где начнет проявляться решительность американского регулятора. Тем более, что есть уже первые сигналы от представителей ФРС, что, может быть, американский регулятор пойдет все-таки на меньшее количество снижений ставки в этом году. Например, как отмечал Бостич, то, что он считает, что уместно в этом году всего лишь одно снижение процентной ставки вовсе под конец этого автного года. По нашим основным инструментам, индекс доллара 104 пункта ровно. Мы вчера ждали отчет по заказам товара длительного пользования. Статистика, собственно, не разочаровала. Рост показателя 1,4%. Это выше, чем ожидали эксперты и существенно выше, чем показатель двухмесячной давности, когда было зафиксировано снижение на 6,9%. Из представителей Федрезерва, которые выступали, стоит отметить комментарий члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук на конференции в Гарварде. Она отметила, что американский регулятор придерживается осторожного подхода к смягчению экономической политики, потому что остается все инфляционные риски. Это примерно то же самое, что говорил Бостич, но Бостич все-таки позволил сделать заявление о том, что он считает уместности всего лишь или поддерживает идею уместности всего лишь одного снижения ставки в этом году. Лиза Кук, может быть, потому что она ответственна фактически за решения, которые принимаются, решила не привносить на рынок какую-то ненужную волатильность и оставить все конкретные заявления по количеству раз снижения и по срокам главе американского регулятора Джерома Пауэлла. Также вчера состоялось выступление еще одного представителя ФРС Гулсби. В частности, в интервью Yahoo Finance он подтвердил, что американский регулятор не ожидал, что индекс потребительских цен снова начнет демонстрировать признаки восстановления. Это как раз тот самый реализованный риск, о котором мы уже много раз говорили. И, собственно, данные по росту инфляции и стали лично для меня основой для принятия решения того, что еще рано шарсить американскую валюту, потому что если сам ФРС видит эти риски и понимает, что в таких условиях лучше продолжается сохранять ставку высокую, значит, есть еще возможность затащить индекс доллара к локальным максимумам. По данным инструментов FedWatch Tool, это здесь важный момент. После вчерашних выступлений представителей Федрезерва, после данных по заказам товара длительного пользования, вероятность снижения ставки в июне стала ниже, чем на начало прошлого дня. Сейчас 58%. А если вы вспомните показатель конца прошлой недели, там рынок закладывался по снижению ставки в июне с вероятностью 68%. Посмотрите, минус 10% за буквально несколько дней, причем у нас не было стоящих релизов. А вот завтра они будут. Завтра первичные заявки на пособие по безработице и показатель ВВП. В пятницу еще и индексы PCI. В общем, под конец недели мы можем убедиться в том, что правильно делаем, покупая американскую валюту с целями 105 и выше. Золото 2178 долларов за тройскую унцию. Здесь идея в шорт все также актуальна. Росдоллара, доходность американских облигаций на высоких значениях 4,24% и сантимент 50 на 50 без сигналов. Если считать, что в таком состоянии рынка лучше не открывать позиции, может быть, это правильное решение. Но для тех, кто готов рисковать, я все-таки еще с конца прошлой недели, когда золото обновил локальный максимум, транслировал идею того, что нужно шортить и в целом золото уже неплохо упало. Евро против доллара 1,0830. Вчера состоялось выступление главного экономиста Европейского Центрального банка Филиппа Лейна. В частности, ЕЦБ, как он отметил, обдумывает смягчение монетарной политики. И в этом году европейский регулятор может снизить ставку 4 раза. Это больше, чем ФРС. Даже если ориентироваться на точную диаграмму того, как будет меняться процентная ставка со стороны американского регулятора, ожидается, что это будет 3 снижения ставки. Вот ЕЦБ, скорее всего, пойдет дальше на 4 снижения. Но важный момент заключается в том, что если действительно будет 4 снижения ставки, то нужно начинать действовать не в июне, а гораздо раньше. Это то, о чем я говорил. Здесь идея в шорт все также актуальна. Британская валюта 1,2615. Предварительные данные по инфляции показали, что цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 4,5% в годовом выражении, против прежней оценки роста на 5,3%. То есть инфляция снижается. Об этом также говорил Банк Англии. И это приближает тоже период первого решения от британского регулятора по снижению ставки, что также легло в основу вот этой сделки по продаже британской валюты. Завтра данные по ВВП. Ждем подтвержденного факта рецессии. Готовимся к тому, что пара фунт-доллар может нацелиться на движение в районе отметки 1,25. Американский фондовый рынок S&P 5280 пунктов. Ждем обновления уровня 5,300, тестирование максимумов и уход выше. Данные по ВВП, первичным заявкам на пособие по безработице, заказан товар длительного пользования. Хорошие условия для того, чтобы фонда росла. Биткоин. Ориентируемся на новые максимумы. Сейчас котировки чуть выше 70 тысяч. Цель 73-75. И доллар-иена 151.66. Текучие котировки 130 пунктов. Друзья, остается до нашей цели 153. Пока что продолжаем игнорировать фундаментальный фон, несмотря на даже валютные вербальные интервенции со стороны Минфина Японии о том, что якобы текущая слабость японской иены это следствие исключительно спекулятивных действий, но никак не фундаментальных факторов. И то, что Минфин, Банк Японии следят за тем, что происходит на рынке и готовы при необходимости вмешаться, чтобы снизить прессинг на национальную валюту. Но эти разговоры нам уже известны. Вербальные интервенции это не фактические интервенции. Ими пугают рынок. Но Минфин пока ничего не сделал. При том сантименте, как сейчас, он не изменился. 80-20. Давайте попробуем дожать пару до уровня 153. А там уже подключимся к Минфину, к Банку Японии. Тоже будем ждать уже фактических интервенций, чтобы прям в идеале на максимально возможных уровнях зашортить этот дуэт активов и сидеть в этих коротких позициях, скорее всего, на протяжении всей оставшейся части этого года. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.